Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за тренера. Итак, сегодня у нас октябрь месяц. Мы в прошлом ролике с вами отправили предложение футбольному клубу Сочи, чтобы они нас приняли, если что. Потому что мы видим, что сейчас мы идем на 15-й строчке. Сейчас у нас 97 тысяч подписчиков в сетях. Я не знаю, но это вряд ли инстаграм, хотя может быть. Поэтому мы отправили предложение в Сочи. Сегодня мы будем ждать их ответа. Ну и в любом случае нам вроде как придется доиграть первую половину до зимнего трансферного окна именно в роторе. Но чтобы мы уже знали, если нас примет или нет футбольный клуб Сочи. Сейчас у нас три матча, как я понял. Матч против ЦСКА. Выездной матч домашний против Химок. Тоже интересный на самом деле матч, потому что мы оба дебютанта в этом сезоне вышли из ФНЛ. И Тамбов, который сезончик уже второй играет в РПЛ. Поэтому посмотрим. Ну что же, управление командой давайте зайдем. Посмотрим, что здесь может быть стоит изменить. Ну я как вижу, здесь ничего особо нельзя прям изменить. Такого командный дух не повышается. Поэтому мы будем так и играть. 63 у нас командный дух пока что. Ну что же, играем мы сейчас против ЦСКА на выезде. Будет интересный, я надеюсь, матч. Не выпускают, кстати, Акимфеева. Не знаю, может продали уже. Ле Майтре выходит играть в воротах у ЦСКА. По составчику так смотрим. Ну вроде как основной весь состав. Но вот только вот позиция вратаря не основная, мне кажется. Ну что же, поехали. Итак, мы на стадионе Веб-Арена. Замечательный стадион в городе Москва. Принимает сегодня нас столичный клуб ЦСКА Москва. Очень именитые игроки, естественно. Ну кроме вот еще раз, напоминаю, позиции вратаря Игоря Кенфеева сегодня нету почему-то на поле. Но мы все равно готовы, если что, показать весь свой класс. И будем, наверное, все-таки играть от обороны. Потому что мы видим, как, я даже не знаю, вовсю, наверное, оборону буду играть. Прям реально. В какую-нибудь контратаку. Одну выйти мне за матч, я буду очень рад. Я иду в полную оборону. Для меня теперь точно это идет именно борьба за каждое абсолютное очко. Потому что в прошлом выпуске я проиграл за ротор Тульскому Арсеналу. На 90-й минуте мы взяли и пропустили. Это было очень обидно, конечно. Или не Тульскому Арсеналу. Уфея вроде проиграл 1-0. Они на 90-й минуте просто вышли вперед. И все. Поэтому мы сегодня будем играть чисто от обороны. И вот Тульск сейчас, естественно, идет в атаку. И вот это вот опасный сейчас штрафной. Фалит наш игрок. Зурику на Ахметове. Ну и сейчас будет опасный штрафной. Очень близко до ворот. Удар, и естественно, это гол. Естественно, каждый штрафной будет залетать за гол. Забивает нам со стандарта. И осуждаю, на самом деле, этот праздник. Вот. Ну, должен здесь даже как-то... Очень поздно прыгал. Ничью у нас не получилось прямо сейчас именно сдержать. 0-0 мы пропустили со стандарта. Поэтому надо теперь бороться за победу. Ой, за ничью хотя бы одну. Ну, нет, все. Забивает нам еще Никола Влашич. И это 2-0. И я просто уже, ну, не знаю, кого мне выпускать. Серченкова давайте выпущу. К тому, у Давиде Ашвили. Форма хорошая, но не суть. Он устал. Вот. Ну и все. Раз я проиграю теперь 2-0, мне точно нечего терять. И я пойду все в атаку. Даже без Игоря Кенфеева на воротах. ЦСКА выиграть с счетом 2-0, обыграв Ротар. Заслуженно по делу. Даже вот не смогли мы справиться с обороной. То, что даже ушли все в оборону. 2 удара в створ, 2 гола от ЦСКА. Так что здесь уже, наверное, проблема в Ротарской, либо обороной. Хотя мы играем и так в 5 защитников. Ротар все так же на последней строчке. Но здесь, кстати, Ахмат набирает очки. У них было 0 вроде. И они победили. Но все равно у них 12 пропущенных мячей за, получается, 6 туров. У нас 7. Мы пропустили 2 хотя бы забили. Но так же, как и Ахмат. Мы меньше всех в лиге, кстати, забиваем. Вот. Но пропускаем, кстати, примерно столько же, сколько и первая строчка Краснодар. Вот. Но у них хотя бы, значит, забивать они могут. Вот. У нас такого уровня игроков, естественно, нет. Мы симулируем дальше. Сейчас у нас следующая игра против Химок. Вот. Здесь прошла, я так понимаю, международная пауза. Поэтому наши игроки должны были все-таки отдохнуть. Нам приходит сообщение. Результаты работы. Скауты, скауты. Так. Ну, я так понял. Сейчас будем смотреть по переговорам. Так. Работа скаутов, кстати. Нам нашли левого нападающего. Либерто Белтран. 24 года. Но я добавлю, добавлю пока что. Паулето. Но это уже 29 как-то. Не знаю. Не стал бы я брать такого. И Палу Мекью. Вот такие вот у нас футболисты. Нам нашел скаут. Писегова хотят у нас в Хиренвен, в Голландию. Так. Что у нас по Писегову? Ему 31. Я не помню, я выставлял его или нет. Нет. Никуда я не выставлял. Поэтому мы отклоняем. Так же, как и Джану Ананидзе. Он у нас тоже один из ключевых игроков. Да ведь Ашвили в Хофенхайм хотят забрать. Тоже я отклоняю все. Это все предложения. Да. Ну, как-то так. И сейчас у нас игра против Химок. Раз у нас не получилось. С Саплиновым в старте. Поэтому Мулина я теперь выпуск. Кстати, Саплинов 71. Мулин 70. Рейтинг. И давайте я буду пробовать. Если там падает. Падает все-таки, да. У них рейтинг, кстати. У Колесниченко и у Николаева. Если их менять. Так что давайте будет Колесниченко тогда в старте. Если что. Вот так. Вот таким прям мы будем играть сейчас. Составом против Химок. Посмотрим, что мы покажем. Именно вот в этой игре. Сейчас, хотя у Химок. Но это будет просто борьба сейчас. Чтобы мы догнали Химки. Это надежда на еще одну победу. Хотя бы будем надеяться. Играем все-таки дома. И вроде как ротор даже с первой строчки. Из ФНЛ в РПЛ вышли. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Ротор Химки. Поехали. Итак, мы на замечательном нашем стадионе. Волгоград-Арена. Поднимаем сегодня футбольный клуб Химки. Команда тоже из ФНЛ. Практически сейчас это в прошлом году. Это естественно тур ФНЛ. Но в этом году это матч чемпионата России. Получается уже седьмой тур. Если я ничего не путаю. Ну и сегодня у нас действительно пойдет прям борьба за победу. Посмотрим сейчас. Ну а не в атакующую. Ну и мы тогда тоже в атакующую пойдем. Сравниваем. Точнее владения пытаемся сравнять с Химками. Тут было 60. Теперь уже вот 53 у них. Вот подача. Ну нет. Все-таки обидно. Но забивает нам. Мишуков забивает. Тоже вот опять ошибка же Довгни. Привела к этому голу. Он сейчас просто отбил мяч именно на ногу игроку Химок. Мишукову как раз. Вот она подача. Здесь Квирквеля еще как-то странно сыграл. Мог бы и в поле. Ладно. Там может быть Довгни что-нибудь попытался сделать. Но нет. Канате выходит вместо Дедина. Но сейчас будем смотреть что будут Химки делать. Они идут в нейтрально. А мы тогда все в атаку пойдем. Ну потому что мне действительно сейчас нечего терять. Либо 2-0, либо хотя бы 1-1 попытаться. Но мы должны. Вот опять же Соплинов поборолся за эту верховую передачу. Но никто не откликнулся на это. Не зацепился за мяч. И вот, вот, вот. Ну. И это 1-1. Отлично. Вот она сработала. Соплинов забивает и сравнивает счет. Отлично. Мы и так очень мало, друзья, забиваем. Поэтому будем радоваться абсолютно любому голу. Тем более этот гол очень важен сейчас. Мы сравняли счет в таком вот матче на 7-7 минуте. И я ухожу немножко вот в обычную атаку. Так же, как и Химки сейчас тоже переходят в обычную атаку. Они на нейтралочку сразу включались. Когда забили нам первый гол. 4 очка теперь у нас. 7 очков у Химок. Получилось нам сравнять счет благодаря тактической моей замене. Все-таки это получилось. Тренерская замена сработала. Мы сравняли счет благодаря голу Соплинова. Седьмой тур заканчивается. Ничьи 1-1. Мы поднимаемся теперь. Динамо здесь обгоняем. Мы даже не знаем по какому показателю. Но, наверное, все-таки по разнице мячей у нас минус 5. У них минус 7. Но статистика пока что у нас с ними одинаковая. А как мы видим, Сочи сейчас, я не знаю, вряд ли они нас возьмут в тренера к себе. Потому что они сейчас идут аж на третьей строчке. Это очень интересно. Ну и сейчас вот объявление состава национальных сборных. И я все жду, когда все-таки. Когда, когда, когда. Вызов национальную сборную. Здесь по Макарову что-то. Когда вообще вот тренерская карьера, предложение главному тренеру. Идут переговоры. А когда вот все-таки. Я не знаю, когда Сочи-то уже. Ну, сказали бы да, нет, уже точно. Чтобы я понимал. Я бы с другой уже командой, если что, ввел бы переговоры. Так, у нас хотят взять Макарова в полный трансфер. У нас вроде как Макаров вообще не играет. Но ему 24 года. Но я все равно нет. Я буду дорожить каждым игроком. У меня и так там скамейка запасных не самая лучшая, можно сказать. Я сейчас посмотрю, можно ли еще куда-нибудь подать на самом деле. Запрос трансфера. Можно, скорее всего. А, стоп. Сейчас мы прочитаем. Вы уже. Значит, будем ждать. Нельзя два там. Более одного предложения подавать в другие команды. Поэтому я жду. Я жду, что решит все-таки футболный клуб Сочи. Неплохо они сейчас тоже выступают. Третья строчка у них. Ну и у нас сейчас последний матч. Выездной причем. Нет, не в тренерской Дашкарере. Микел Тадзе хотят либо купить, либо в аренду. Микел Тадзе у нас в аренду. Вот его мы можем, потому что он центральный нападающий. А у нас Саплинов и Мулин. Так что здесь может быть Саплинов уже 72. Кстати, гол забил, наверное, из-за этого. Давайте повторные переговоры. Нам все-таки денежки-то тоже нужны. Где-нибудь 175 предложим. И изменим аренду в течение полугода. Вот. Все, переводим время. Получается, я даже не знаю, но... Давайте я так, пожалуй, оставлю. Я сейчас посмотрю, будет ли это влиять на рейтинг, на сыгранность командных дух там нашей команды. Нет, никак не влияет. Поэтому мы начинаем все так же с Мулиным в стартом составе. Потом Саплинова выпускаем во втором тайме. Практически сразу, если он не забьет, конечно, у нас Мулин. И будем играть по длинному пасу. Потому что вот эти забросы прям очень хорошо сработали против Химок. Поэтому Тамбов-Ротор. Восьмой, если я не ошибаюсь, тур. Поехали. Итак, Спартак-арена. Тамбов сегодня принимает Ротор. Интересная будет, конечно, тоже игра. Тамбов борется... В прошлом сезоне, наверное, боролся все-таки за воживание. У них это получилось. Вот. Они идут в атаку. Ну и мы тогда тоже пойдем. Мы ничуть не хуже, я надеюсь, по уровню команд Тамбова. Даже как-то не посмотрел на их состав. Но Обухова, это я точно видел. Нападающий из футбол-клуба Спартак вроде в аренде выступал за Тамбов. Но вот в Pro Evolution нет такого понятия, как аренда для игроков, например. И поэтому, если он в реальной жизни в аренде играет, здесь нет. Здесь он играет полный трансер. Это очень странно на самом деле. Вот это вот они как-то не продумали. Снова ничья. Вторая ничья. Два очка, получается, за сегодняшний выпуск у нас получилось забрать. В матч против Химок и в матч против Тамбова на выезде. Но вот на выезде против ЦСКА у нас не получилось. Мы поиграли с счетом 2-0. Восьмой тур заканчивается. Мы все так же на 14-й строчке. У нас 5 очков. У Сочи, в котором мы подали предложение, 16. Ну и вот такая пока что ситуация у нас на этот видеоролик. Я так понимаю, даже если сейчас Сочи либо отклонят, либо согласятся, мы все равно только зимой сможем к нему идти. Только в зимние трансерные минуты. Поэтому еще минимум 2 выпуска, но мы будем... Вот, отлично. И что сейчас по решению? Поступило предложение о Динамо-Москва. Но Динамо на самом деле, они идут даже ниже нас. На 15-й строчке. Но я не знаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Стоит ли нам вообще переходить в Динамо? Я не знаю на самом деле. Я бы не стал на самом деле. Ну, правда. Потому что у нас смысл. Мне надо прогрессировать и идти выше, но ниже. Я не знаю. Наших игроков, естественно, нет в команде месяца. Это было и так понятно. Ну и давайте в переговоры зайдем сейчас. Работа скаутов. Нам еще нашли левого нападающего. Так, вот такой вот есть из Кюрасао в Хераклисе в Голландии играет. Добавим тоже в список 20-го года, 68. Во Франции еще за Париж играет во второй лиге. Тоже посмотрим, почему бы и нет. Ну и тут уже по моей команде уже предложение, наверное, приходит. Так, ну это Микел Тадзе, да. Они просят снизить. Так, а что там насчет полгода? Они согласились? Да, они согласились на полгода его в аренду взять. Нам это отлично. И 154 тысячи евро нам в бюджет прилетает. И все, это единственное, что было интересно. Ну и все получается. Следующие уже матчи у нас будут в ноябре. Это уже будет в следующем выпуске. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас будут выходить теперь по выходным. Либо в субботу, либо в воскресенье, когда получится. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok